Современная мобильная связь давно уже стала привычной. Продвинутые телефоны помогают общаться, решать рабочие и житейские проблемы. Вместе с тем облегчился и доступ к личной информации, которой вполне могут воспользоваться нечистые на руку люди. Как не попасться на удочку к телефонным мошенникам, нам рассказали в отделе МВД по Славянскому району. Скажем сразу, к сожалению, стать жертвой мошеннических действий может даже самый осторожный владелец мобильного телефона. Но предупрежден, значит вооружен. Как нам сказал заместитель начальника отдела уголовного розыска, ежедневно в городе поступает 2-3 заявления по поводу мошенничества с использованием СМС и ММС сообщений. Это очень много. Человек, не подозревая, открывает данное сообщение и моментально к нему прикрепляется макровирус. Специальная программка, которая начинает мониторить его финансовое положение. Начинают сниматься деньги с лицевого счета телефонного абонента, с банковской карты, с различных счетов, подвязанных данному лицевому счету. То есть как бы даже со сберкнижек деньги уходят. Подозрительные сообщения следует сразу же удалять. А телефоны системы Android нельзя использовать без антивирусной программы. Это рекомендации специалиста. Еще один очень популярный метод отъема денег у населения использование объявления о продаже с сайта Авито. Если вы продаете там какую-либо вещь, то звонок со скороспелым желанием ее приобрести без осмотра очень подозрителен. Еще опрометчивее сообщать незнакомым людям номер вашей банковской карты, а тем более еще какую-либо информацию о ней. Доверчиво идем в банкоматом, нажимаем под диктовку различные клавиши, не думая. В итоге вас обчищают до нитки. Буквально позавчера два заявления. Ущерб 100 и 150 тысяч рублей. Будьте бдительны. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Не стоит сообщать свои данные незнакомым людям. И еще продолжает использоваться старый, известный всем способ, когда от имени родственников или друзей поступает сверхсрочная просьба о помощи в связи с задержанием полицейскими, аварией или другими происшествиями. От вас обычно требуется немедленно перевести или передать деньги. Чтобы не попасться на уловки мошенников, нужно прежде всего не паниковать, успокоиться, дозвониться человеку, от которого якобы исходит просьба. В любом случае, сохраняйте хладнокровие и помните об этих нехитрых советах. Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа «События».